На Дебальском направлении противник предпринимал попытки овладеть населенными пунктами Лазовое и Горловка-Малая, а также господствующими высотами по всему периметру линии соприкосновения сторон. Подразделения армии ДНР и народной милиции ЛНР, ведущими на этом участке оборону, все атаки успешно были отбиты. В настоящее время подразделения ополчения закрепились на северо-восточной окраине Дебальцево и в течение дня ввели боевые действия по вытеснению украинских войск из города. Кроме того, в прошедшие сутки контроль над автомобильной дорогой Артемов с Дебальцево полностью перешел к силам ополчения. На Донецком направлении противник предпринимал попытки наступательных действий при поддержке бронетехники и артиллерии в районах населенных пунктов Водяное и Опытное. Ответным огнем подразделений армии ДНР эти попытки были сорваны, а противник был отдрошен на исходной позиции. Подразделения ополченцев закрепились на отдельных господствующих высотах вблизи Николаевки, это 40 км южнее Донецка. На Мариупольском направлении активных боевых действий не ведется, подразделения ополченцев занимают ранее занятые рубежи. В результате боестолкновения общей потери группировки украинских войск за истекшие сутки составили 6 танков, 2 БМП, 5 автомобилей, 12 орудий и минометов. Подтвержденные потери в живой силе составили 89 украинских военнослужащих. Всего с начала вознаграждения активных боевых действий в течение 12 суток противник потерял 106 танков, 81 БМП БТР МТЛБ, 47 орудий и минометов, 36 автомобилей и 1190 человек убитыми. При допросе сдавшихся в плен украинских военнослужащих из состава нейтрализованной минувшей ночи органами безопасности ДНР диверсионно-разведательной группы в районе Дебальцево, двое военнослужащих дали показания подготовки украинскими спецслужбами акций террора и саботажа в населенных пунктах Донецкой Республики. В этих целях спланирована инфильтрация в ближайшие дни нескольких диверсионных групп под видом местных жителей, которые, переодевшись в полевую форму с эмблемой армии ДНР и Новороссии, должны будут совершить поджоги домов в частном секторе пригоров Донецка, уничтожать представителей местных властей и поддерживающих их местных жителей. Группы сформированы из прошедших специальную подготовку под руководством иностранных инструкторов, представителей правого сектора, батальона АЗОВ и других нацистов. Нам эти планы и районы выхода таких групп известны. Все террористы при выявлении будут уничтожаться на месте. За минувшие сутки, или давайте скажем, день световой, мы зафиксировали 40 обстрелов жилых кварталов, город Донецка, пригородов и других населённых пунктов Республики. Больше всего было обстрелов по Горловке и Донецк, это район аэропорта. В течение дня убитыми оказалось 6 человек, 2 в Донецке, 4 в Горловке. Раненых 6 человек, 3 в Донецке, 3 в Горловке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова